Итак, дорогие друзья, всем привет! Наконец-то настал день, что я могу запустить новый проект. У меня как-то то их перебор, то как-то не хватает. Вот вспомните, да, когда я запустил проект Путь Пижона, параллельно появился проект Путь Шейли, потом я начал пушить кубки там на 30 ранг, проект 1000 сундуков, проект Путь Беспобед, еще что-то. Боже, у меня сколько проектов было! Ну все они так или иначе завершились. Кто-то дошел до финала, кто-то нет, кто-то еще даже не завершился в плане, ну, например, 1000 сундуков. Да, мы еще не открыли сундуки, но это вас ждет чуть-чуть попозже. Мы сделаем это красиво с Серегой Аурумом и попозже. Но сегодня у меня стартует новый проект, который я реально уже запланировал так давненько. После этого проекта уже есть следующий, но подождите, давайте все по порядку. Сейчас я вам расскажу, что за проект. У меня очень большая просьба, если вам этот проект понравится, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь. Я очень замотивирован его пройти, и мне интересно, как это все у меня получится. Я вам сейчас все расскажу. Итак, вы готовы? Поехали, ребят! Захожу в игру, я вам сейчас все подробно расскажу, как все будет работать и что же за проект. Итак, у меня все проекты называются Путь и что-то там чего-то. Поэтому этот проект не исключение. Путь Рангл. Что же за такой Путь Рангл? Ребята, вообще просто лютая идея. Смотрите, всего в игре 36 персонажей, а рангов 35. Поэтому не получится сделать так, чтобы пройти все ранги. Но у меня есть определенные условия. Я хочу пройти все 30 рангов. Но, ну не просто так, да, у меня я уже апал 30 ранг, но на определенных персонажах. То здесь, на этом проекте, будет решать рандом, кого я буду апать на 30 ранг. То бишь, смотрите. Вот первый персонаж у нас кто? Шелли. Вот ее мы апаем на первый ранг. Но она уже на первом ранге. То есть мы ее вообще не апаем. Второй персонаж какой у нас? Ну, если забрать сейчас Барли, то будет второй персонаж Барли. Значит, Барли апаю на второй ранг. Третий персонаж падает, апаю его на третий ранг. Четвертый на четвертый. И, внимание! 30 персонаж, который мне дропнется, мне надо его апнуть на 30 ранг. И вы понимаете, что я не могу выбрать какой это будет персонаж? Да, я могу немножко на это влиять. Донатиком, покупать акции, безусловно. Но все равно, с сундука может выпасть абсолютно любой персонаж. Выпадет 15 персонаж Мортис. Иначе его на 15 ранг. Выпадет Мортис 30? Буду апать Мортиса на 30. Как по мне, это очень весело и круто. Какой персонаж мне выпадет на 30 ранге? Но, как же быть, чтобы не выбить 36 персонажей? Все очень просто. У нас на пути к славе персонажей, по-моему, 10 или 9. Ну, я не считал, короче, неважно. Но я точно прикинул, что... Не, я вообще считал, но я не помню сколько персов. Неважно, напишите в комментариях. Но я прикинул, что если забрать на пути к славе 4 персонажа, то всех персов, которых я выбью с сундуков, будет ровно 30. Соответственно, я просто на пути к славе не буду собирать... Вот первых 4 я соберу. Боец Ниту. Кольта соберу. Бойца Ниту. Кольта. Була. И Джесси. Все. У меня, к сожалению, не будет на аккаунте Брока, не будет на аккаунте... Ну, и так далее. Это все сделано для того, чтобы я мог прокачать персонажей, и мне новые бойцы не падали. То бишь, у меня на аккаунте будет 30 персов, и все они будут в лесенку. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и так до 30 ранга. Я думаю, вы суть уловили. А теперь напишите мне, интересно вам бы было? Ну, то есть, это реально прикольно. Какой 30 перс дропнется? Такого до 30 ранга и буду апать. Конечно же, я надеюсь, мне Витал Шарк с Аркангелом этом помогут. Я им уже об этом говорил. Они говорят, вообще, пушка, давай, мы поможем. Поэтому я на них очень рассчитываю. Блин, они крутые. Но это на 30 ранг. Остальных, кстати, на 29 тоже будет мне нелегко апнуть. Короче, смотрите. Я выбил Барли вторым персонажем. Мне его надо апнуть на второй ранг. Поехали, это и сделаем. В видосе выбью сразу кого-то на третьего персонажа. Ну, то есть, вы поняли, да? Какой по счету персонаж мне падает? Такого, такой, такое количество рангов мне и надо поднять. Я надеюсь, я доходчиво объяснил. Это реально будет интересно. Поначалу будет очень легко. То есть, ну, понятное дело. Первый там, десятый ранг. Что это? Двадцатый. Да, двадцатый несложно. А вот дальше уже там, двадцать седьмой, двадцать восьмой. Ну, я, в принципе, всех почти на двадцать шестой аппал. Практически, да? Двадцать шестой, это сколько кубков? Ну, вот. Но, в любом случае, то есть, вы понимаете, мне надо будет всех прокачать. Ну, по-любому всех, потому что не получится прокачать только тех, которых мне надо на высокие ранги. Прокачиваться персы будут равномерно. Поэтому это будут крутые открытия, крутые катки, крутые стримы. Я реально очень, так, знаете, завёлся. Прям очень хочу этот проект пройти. И, короче, он будет называться Путь Рангл. Скоро будут стримы по этому проекту. Я сейчас, на самом деле, нахожусь на даче. Вы не представляете, я приехал сюда в основном, ну, по своим делам и записать этот видос. Вот. Где-то в пятницу уже продолжатся стримы. Они будут каждый день. Но, смотрите, ещё прикол. Пока поначалу будет легко. И может быть такое, да, я выбью 15 персонажей, всех прапаю, а нового перса, чтобы выбить, надо дофига донать. Может, такое будет. Если, допустим, нового перса пока не будет, я буду стримить основной аккаунт. На основном аккаунте у меня цель апнуть всех на 30 ранг. И хотелось бы, конечно, потренироваться на Мортисе. Не знаю. В общем, на самом деле, я когда выбил скин на Мортиса, я очень сильно полюбил Мортиса. Я, блин, реально, я раньше его ненавидел. Но всё это связано с тем, что, блин, персонаж просто не для шеде. Он реально очень интересный в 3 на 3. Так, сейчас я апну Барли на второй ранг. И мы выведем третьего персонажа. Поехали. Это, знаете, ещё чем интересно этот проект будет? Тем, что, блин, каждый сундук будет решать, какой следующий перс на какой ранг. Естественно, смотрите, я могу на пути к славе забрать так, как мне это удобно. Ну, допустим, захочу я не ту, ну, там, на 20 ранг. Хотя в начале это не имеет смысла вообще, кого на какой ранг. Абсолютно. Все ранги до 27-го, 26-го очень такие, ну, непроблематичные. Их поднять сейчас несложно. Вот. А вот дальше, вот последние 3 персонажа, это будет интересно. Поэтому, друзья мои, подписываемся на каналчик, ставим лайки. Ждёт вас прикольная рубрика. Надеюсь, вот напишите в комментариях, вам интересно. Вот, вот напишите. Просто я реально, мне это очень интересно. Есть такие проекты, которые они в основном фановые. Вот, допустим, Путь без побед был. Он, по сути, по фану был. Помните, да? Надо играть, занимать второе место. Путь-Путь Шелли тоже. Он такой фановый. Там нет такого ничего сверхсложного. За исключением, чтобы случайно не нажать на персонажа. А вот этот проект мне прям, знаете, так зашёл. Я не помню, мне кто-то предложил с модераторов. Какой-то подписчик. Не знаю, в следующем ролике ему передам привет. Я вдохновился этой идеей. И её продумал, как это всё сделать. Как по мне, должно зайти. Посмотрим, как вам. Я посмотрю по лайкам. Если вам зашло, поставьте лайки. Хотите смотреть, подписывайтесь. Пишите комментарии. Я их обязательно почитаю. Итак, Барли на второй ранг. Главное не запороть. Тут ещё тоже не переиграть, самое главное. То есть, понимаете? Допустим, у меня остаётся 4 кубка. И чтобы апнуть следующий ранг, за победу мне даст 6. То есть, мне надо будет там подстраиваться. Ну, капец. В общем, будет интересно. А, хотя, там ничего страшного, если будут кубки чуть больше. Новый ранг же не апнется. Итак, Барли до сих пор не на втором... А, всё, на втором ранге. Первый, второй есть. Ну, шо, я думаю, что время выбить нового бойца. Я могу Мортиса прямо сейчас выбить, и он будет у меня на третьем ранге. Но я этого делать не буду. Хотя могу. То есть, по правилам этого проекта, я могу донатить, сколько хочу сюда. И как хочу. Хочу акцию, покупаю. Хочу, не покупаю. Но я реально Мортиса оставлю. Ну, выпадет он мне тридцатым. Буду его апать на тридцатый. Вы не представляете, как я реально буду стараться его... Вот, если я подниму Мортиса на тридцатый, для меня это будет достижением. Это сложный персонаж, но он мне реально нравится. То есть, я после того, когда поиграл, когда его поднял почти на девятьсот... Блин, я офигел. Я офигел, что у меня так получалось на нём. Хотя, понятно, получалось у меня за счёт крутой команды. Так, ну что ж. Первый сундук. Первый сундук, блин. Так, или... Или какой? Или забрать сразу... Какой первый сундук открыть? Вот это очень важно на первом аккаунте. Я очень волнуюсь. А может, кстати, с первого сундука и не выпасть. Слушайте, хотя давайте здесь дело там. Я открою первый сундук. Чекаем. Будет первый боец. Ничего не выпало! Ладно, тогда смотрите. Забираем ниту. Ниту у нас надо апнуть на третий ранг. Вот, поэтому берём ниту. Берём ниту, идём в бой. И апаем её на третий ранг. На сегодня мне хватит. Я подготовлю для вас завтра выпуск с открытием. Мне не надо здесь очень крупное открытие поначалу. Мне поначалу выбивать по чуть-чуть персонажей. По чуть-чуть буквально, чтобы у меня хватало кого апать. Несколько персов наперёд. Конечно, постримить долго не получится. Потому что, ну, что тут стримить долго? Если персов нету, играть же на них нельзя. Вот. Но можно же донатить. А это ещё интересней. Ещё один момент. Я этот аккаунт... Вот, отвечаю. Здесь будут все легендарки. Здесь будут все легендарки. В какой очерёдности какая выпадет, не знаю. Будет обидно, если лего выпадет сразу. Представляете? Там с первых открытий. Это будет очень обидно. Напишите в комментариях, покупать полностью Brawl Pass. Или же постепенно всё проходить. Это тоже важно. Ну и самое главное. Ребята, в конце я этот проект подарю, как обычно, своим подписчикам. А это, знаете, немаленькие деньги. И неплохой будет, не стыдный аккаунт. Я вообще считаю, любой аккаунт, который проект я разыгрываю, это аккаунт не пустой. Даже если там не фуловый. Он с историей. Он с душой. Ну, я, по крайней мере, вкладываю в свои проекты время. Я уже говорил, интерес. И, ну, не то, что прям душу туда вкладываю. Но я всегда вдохновлён своими проектами. Вот у Шелли. У меня три было аккаунта. Все их я разыграл. И все они со своей определённой историей. Да, на каком-то две леги, на каком-то три, на каком-то все. Ну, все они так или иначе были у меня на каналах. Это проект, это, я считаю, это круто. По крайней мере, это моё мнение. Я обязательно почитаю мнение ваше. Дорогие подписчики, я надеюсь, вам суть проекта понятна. Если вам интересно, я продолжу это всё на стримах. Блин, я реально очень сильно хочу. Можно даже сделать такую мульку. Не выбивать нового перса, пока не апнешь вот этого. Но это, на самом деле, не обязательно. Я считаю, что если будет возможность выбить сразу двух персов. Ну, допустим, да, там в магазине продаётся воробушек и спайк. Ну, смысл не покупать спайка, да? Ну, купим их по очереди. Какого я выберу сам. Возможно, даже буду устраивать голосование. Какого перса купить там, если, да, будет что-то в магазине. Короче, это будет интересно. Я очень на это надеюсь. Поддерживайте меня и ждите, я скоро буду стримить. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Не пропускайте новые видосики, нажимайте на уведомление. И всего вам хорошего, ребят. Я очень вас люблю. Надеюсь, вы меня поддержите и надеюсь, вам этот проект зайдёт. Всем удачи, всем побед и легендарок. Пока, друзья. Будьте счастливы. Я не знаю, будьте здоровы. Вот, это важно. Пока.